всем огромный привет добро пожаловать на мой канал у нас на улице такое он солнышко это я снимаю со второго этажа вовите там в домике такой старый как так называется только подушка диван такой до диван мешок у нас уже старый моего мальчики его тащили туда в домик детский и там все время спит кошка наша гонечка который находится чем у нас такое солнышко классно но на улице 8 градусов ужас холодно просто дико хотя кажется как будто бы летом но дико дико холодно я сейчас буду пить кофе и хотела сказать девочкам если вы не на диете вот такие конфетки между муж принес яшкинская картошка очень вкусно и вот так вот они выглядят внутри я вообще люблю пирожное кстати картошка и не все что связано с пирожным картошка ну вот и муж мне тут там заходил магазин и увидел вот такие конфетки я решила мне взять принести очень вкусно прям ням-ням-ням вот у меня видите кружка кофе и всего лишь две конфетки мне кстати вполне достаточно то есть у меня нет желания съесть еще больше и кстати хотела рассказать буду витамин это касаемо тема красоты я показывала уже как весной наверное я была на херби заказывала себе вот такие витамины это витамин c с розовым маслом маслом и вот так и пивные дрожжи которые очень полезны для волос и где-то я потом прочитала что их нужно принимать совместно с витамином c и тогда будет вообще все классно короче здесь видите витамин b12 тоже для волос очень полезен я их принимала принимала потом как-то летом забросила эти методы витамина c еще много вот здесь в этой упаковке 250 таблеток и здесь пивные дрожжи тоже 250 таблеток но у меня их меньше осталось их нужно принимать вообще 6 штук в день то есть три раза в день по две таблетки я вам честно признаю что вот а вот это нужно одну таблетку принимать в день но честно признаюсь что я принимаю одну таблетку вот эту и две вот эти потому что все остальное время я просто забываю на самом деле их принимать и вот салгар мне не нравятся витамины хотя так наверное может быть даже лучше принимать в том плане что их нужно например тоже рыбий жир там омегу да тоже нужно принимать то что он три раза в день что-то такое вот я не очень это люблю потому что вообще бады насколько я знаю нужно принимать во время еды или после еды но в общем как то так вот в общем вот такие час витамины пью я тут еще помыла все свои кисточки всем вот вообще на самом деле напишите мне как часто вы мойте свои кисти потому что я на самом деле и стала бы замечать что я все реже 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 и реже и начинаю их мыть раньше я их мыла раза в два дня раз в три дня то есть у меня отдельно стоял стаканчик с чистыми кисточками отдельно с грязным то есть эти грязные я где-то раз в два дня примерно мыла потом начала все реже 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 а сейчас пока вот совсем уже грязные не становятся то есть где-то раз в неделю от и бывает реже Напишите, часто вы моете кисточки или нет Хотя знаю, что визажисты советуют как можно чаще их мыть И, кстати, вот это вот что-то у меня не очень хорошо отмылось Ну, в общем, да Еще мне тут муж заезжал в Оби, там всякие свои штучки покупал И принес мне вот такую бегоню Очень красивую, она ему очень понравилась Мне тоже, кстати, нравится такая красненькая, красивая Вот, единственное, что я почитала, что пока она цветет, ее нельзя пересаживать То есть вот она у меня в родном горшке сидит Но у нее внутри очень плохой, я так понимаю, грунт, который плохо в себя впитывает То есть он вроде как бы полил, а получается сухая, ну, сухая земля Вот, так что даже не знаю Мама мне тоже говорит, что не нужно ее пересаживать И вообще она на зиму же вроде бы заснуть должна, да То есть там же клубенечек Вот, в общем, кто из вас знает, напишите, можно ее пересадить или нет Потому что у меня, ну, то есть здесь вот просто она вытекает Вот здесь вот сюда собирается вода и все Или как-то мне его замачивать пока Ну, в общем, кто знает из вас, напишите мне, как вот Можно ее сейчас пересадить или нет Или уже подождать, пока заснет, а потом что-нибудь сделать Ну, в общем, да, потому что в интернете почитала Ну, как-то непонятно, можно пересадить или нет Вот, так что вот такая вот у меня красоточка Вот, смотрите, какие красивые листочки А кисточки я сушу вот так вот У меня здесь батарея И я выкладываю на полотенчика У нас сейчас слегка только включено отопление То есть батарея такая, ну, видите, чуть теплая И я их вот так вот выкладываю Они, в принципе, высыхают и не портятся Вот Потому что я знаю, что вот так вот ставить нельзя Иначе они расклеятся А так они, в принципе, быстренько высыхают Я их еще полотенчиком вытираю Чтобы они быстрее не высохли И, кстати, к теме Sunlight Я, на самом деле, тоже не верю, что они закрываются Это у них пиар-акция какая-то очередная Помните, я вам давно показывала Я заказывала себе, когда была скидка 70% Вот такой наборчик кольцо Это итальянская коллекция И вот такой браслет Очень мне нравится Вообще, я прям балдею от них Вот И я очень хотела себе Также подвеску из этой Ну, из этой серии То есть я хотела именно вот такой набор Хотя, честно сказать, я все ношу по отдельности У них еще были сережки Но сережек сейчас вообще я не вижу Вообще, как позицию Не то, чтобы там в наличии, чтобы было И муж мне тут заехал Муж, кстати, тоже повелся, что Sunlight закрывается И купила вот эту вот подвеску Вот, потому что я очень-очень-очень ее хотела Прям вообще, что называется, спала и видела Вот с этой орхидейкой Ну, просто Просто красота На самом деле, очень симпатичная Мне прям безумно нравится Вот этот набор Жалко, что нет сережек Но появятся сережки Я обязательно их тоже возьму И здесь вот То есть здесь такая, видите, двойная цепочка На браслетике А вот здесь вот уже такая вот Одиночная И очень интересное вот такое плетение Очень мне нравится Так что у меня теперь почти полный набор Осталось раздобыть сережки Ну, просто буду ждать Когда они появятся Я вам артикулы вот на эти оставлю Потому что сейчас на кольцо И на браслет, по-моему, все еще есть 70% скидки А вот на эту подвесочку Всего 50% И там цепочки разной длины Вот Но у меня была вот У меня не самая длинная Вот Так что Так что у меня тоже есть приобретение Только муж уже повелся У меня я круто Не закрываются они Он мне Ну Типа Будешь потом говорить Что у тебя нету подвесочки Вот этой, которую ты хотела В общем Так что вот такой вот у меня наборчик Но ношу я, кстати, реально все по отдельности Я либо кольцо отдельно ношу Либо браслетик Либо вот эту подвеску Не знаю, как это у меня получается Вот Ну, очень красиво Посмотрите, какая орхидейка красивая Просто красота Она здесь, кстати, в ней камушки Фионетики Вставлены Так что Артикул оставлю, как всегда, в инфобоксе Кому интересно А я тут еще сделала шоколадные печеньки Снова У меня есть рецепт на канале Если кто не видел Я вам ссылочку оставлю внизу В инфобоксе И дело вот с этим уже какао-порошком Он, кстати, намного лучше Потому что получается Такой насыщенный цвет И насыщенный аромат То есть больше похож на шоколад Вот Очень мне понравился Вот это Так что Так что для выпечки Очень рекомендую Вот такой Вот так марка называется Вот Очень вкусненько получается Да? Это, кстати, очень печенье нравится Моему младшему сыночку А старшему нравится Которое с вареньем Кучерявое Кудрявое печенье Так, а на ужин у меня сегодня Вот такое вот Быстрое блюдо Которое очень вкусное Очень, кстати, любят у меня домашние Курочка И здесь у меня морковь Баклажаны Картошка Лук Крупно все нарезаю Такой протвишок И сейчас я вначале накрою фольгой Буду запекать при 180 градусах Ну, где-то, наверное, полчаса А потом фольгу сниму Чтобы была такая вкусная корочка Вот этот аромат курицы с овощами Он просто, просто божественный Картошка вкусная получается Морковочка дает такую немножко сладость Посыпаю все вот так спицами Руками перемешиваю И в духовку Так что очень рекомендую Такой, знаете, ужин по-быстрому Причем при этом получается достаточно вкусный Еще и не полезный Потому что это запеченное, не жареное все И вот такая вот аппетитность у нас получается Все пропеклось Все очень ароматно, вкусно И, конечно же, еще на ужин будет салатик Постругала тут Всего, что было И заправила сметану И закончить сегодняшнее видео Я хочу с вами вечерним уходом Я буду говорить тихо Потому что у меня уже спят дети Я надеюсь, мне будет хорошо слышно И попутно ответить на запрос По поводу моего осеннего ухода Что сейчас Какое у меня сейчас будет И так далее Я могу сказать, что у меня, наверное, изменится Только зимний уход Потому что Я хочу закончить все то, что у меня есть Я, конечно, люблю разнообразие в баночках Я об этом уже говорила неоднократно Но нужно закончить то, что есть Потому что Ну, зачем я продукты покупала? Чтобы они лежали у меня? Нет Я люблю такое, что Закончилось, купила Так что на ближайший месяц По крайней мере Я себе запретила что-либо покупать Потому что нужно закончить то, что есть Я вот эту повязку фиброликодела Очень она удобная Мне так нравится Правда, я выгляжу немножко Лысый Дневной уход У меня сейчас В качестве дневного ухода Три продукта Это вот эта фишин Я о нем уже рассказывала Кстати, я говорила, что мне не особо понравилось Это Slow Age Линейка Вы знаете Во-первых, я вам, наверное, пропишу Или оставлю ссылки внизу в инфобоксе На все продукты, которые я сегодня буду показывать Потому что Ну, все равно, тыкайте в камеру И потом вам нужно нажимать на паузу Если кому-то интересно Да, поэтому, мне кажется, лучше прописать Вот Вы, кстати, мне напишите Как вам удобнее Когда я прописываю внизу в инфобоксе Или когда я приближенно показываю То есть Напишите, как вам удобнее смотреть Я буду так делать Мне несложно Это, значит, такой крем-флюид И крем для областевок в глаз Это у меня днем идет И также вот эта сыворотка Вот Биотал Биотал, по-моему, так и называется Вот Которая мне, кстати, сыворотка Это очень нравится И вот этими продуктами Мне поначалу не очень понравились Но, вы знаете, я сейчас пользуюсь Пользуюсь, пользуюсь, пользуюсь И мне все больше и больше и больше нравится Вообще Косметика Виши Ну, косметика Виши хорошая Я вот так вот скажу В общем, это у меня дневной уход А вечерний уход у меня такой разнообразный Скажем так Вечерний уход Также у меня входит вот эта маска То есть какие-то Это ночная маска тоже Вот Виши Тоже Слоу Эйдж Она вообще суперская Классная У меня тут ее уже меньше половины Но классная, супер То есть Это ночные маски у меня Да, также от вот этой марки Витэ Косметикс У меня тоже есть ночная маска Вот этот гель наношу У меня его Уже совсем-совсем Капелюшечка осталась Кстати, мне очень понравился У меня одна моя подписчица Тоже написала Что купила вот этот гель И ей тоже очень-очень он понравился То есть Или масло Вот это с шиповником Мне очень-очень нравится У меня тоже где-то вот столичка осталось Надо добивать уже Ну, в общем, такое вот То, что есть На что есть настроение То я наношу А днем Вот у меня сейчас стабильно Вот этот Виши Слоу Эйдж Флюид вот этот дневной И крем для области вокруг глаз Тоже именно он Значит, снимаю косметику Я всегда мицеллярной водой И периодически я пытаюсь приобрести Какие-то гидрофильные масла Различные Но все равно возвращаюсь В мицеллярной воде Биодерма Ларашпазе Мне очень нравятся вот эти мицеллярки Беру те, которые чуть-чуть Хотя бы подешевле То есть на которых больше скидка Те и приобретаю На мицеллярную воду Такую как гарнир И тому подобное А у меня Долгое время пользовалась Гарнир Но у меня Очень сильно сушит Область вокруг глаз А с этой области Как раз таки Я в основном И снимаю макияж Поэтому Ну, как бы мне Эта история С пересушиванием кожи Она мне вообще не нравится И здесь, кстати, очень удобно Вот эта помпа Прикольная Я беру вначале Один ватный диск Я не делаю так красиво Как по два Вот И снимаю быстренько макияж И тушь у меня Немножко остается Потому что Вот эта кика Очень хорошо смывается Именно теплой водой То есть мицеллярка Очень плохо А теплой водой Смывается вообще нура И умываться я буду Вот этой умывалкой Vite Cosmetics Она мне безумно нравится Она очень хорошо Очищает кожу Прям потрясающе И намыливать я ее буду Вот этой вот Axclinique Я понимаю Так правильно называется Вот такой вот щеточкой Но эта щеточка не такая Знаете, что прям Вау Какая-то супер там очищающая Нет, скорее как Такой некий спонж работает Вот Так что В принципе Без нее можно обойтись Я умылась Вот И сейчас буду носить Тоник Который я вам показывала Не раз Который как раз таки Добавился В мой осенний уход Я его наношу Всегда на ночь Иногда я его использовала Летом У меня его осталось Совсем чуть-чуть Где-то примерно Наверное Вот столько И я говорю Это у Holy Land Alpha Complex Тоже вам оставлю На него ссылку Или просто название Пропишу Если найду Ссылку Обязательно оставлю Но я покупала На фармакосметике И там Наверное Наверняка есть Это тоник На основе Фруктовых экстрактов То есть Активные ингредиенты Это экстракт черники Сахарного тростника Молочная кислота Экстракты Сахарного клена Апельсина Лимона Финика Гамелиса Он как бы считается Такой Вообще Предподготовкой К кислотным пилингам Вот насколько Я читала Про него То есть Он все-таки Содержит Небольшое количество Кислот Он является Поверхностным Пилингом То есть Это не глубокий Пилинг Но он очень Классно Отшелушивает Кожу Всегда его Использую Зимой Осенью Весной Потому что Ну это Такой для меня Легкий пилинг Как раз таки И я его Просто буду Протирать Личикой Его не нужно Смывать Потом Это просто Такой Обычный Поверхностный Пильник Вы даже Могли заметить Как сразу Немного Краснеет Кожа Вообще У меня сейчас Здесь такое Освещение Я смотрю У меня как будто Пигментные Пятна Но их на самом Деле нет Это просто Такое Освещение Видно Камера Так ловит Свет Укруг глаз Айзенберг У меня Его совсем Чуть И я Его добиваю Сейчас И так как Вот этот Тоник Является Таким Пилингом И он Слегка Подсушивает Кожу Я вообще Не рекомендовала Использовать Его ежедневно Даже если Вы хотите Прямо Сильно Сильно Очистить Кожу Потому что Пойдут Шелушения От него Я его Использую Вообще Ну вот сейчас Начала Раз в неделю И то я Подгадываю По году Завтра У нас Например Обещают Дожди Пасмурно То есть Сегодня Было Солнышко А завтра Будет Уже Пасмурно Поэтому Я Использую Его Так как Знаю Что Солнце Практически Не будет На Все лицо Сверху Я буду Наносить Вот этот Холилен Савлокада У меня Кстати Спрашивают Бывают ли У меня Шелушения От таких Пилингов Нет Не бывает Но я думаю Что Меня спасает Вот этот Крем И Завтра С утра Я буду Делать себе Какую-нибудь Увлажняющую Маску Может быть Маску Тряпочку Или что-то В этом духе То есть Я Ее После Этого Увлажнила Это Вот Такое Правило Прямо У меня Потому что Кожа Является Сухой В общем Буду Наносить Этот Крем И Понимаю Как раз По этому Крему Пройдусь Вот этим Массажером Я Кстати Массирую Практически Каждый Вечер Но Практически Заказывала Я его С Алиэкспресс Тоже Ссылку Вам Оставлю В общем В принципе Это И Все Я Немножко Сейчас Еще Похожу Как раз Где-то Наверное С полчаса И потом Уже Ложусь Спать То есть Я Как-то Заранее Не сразу Ложусь Спать Может быть Поэтому Кстати Я не Отекаю Потому что Я даю Всем Средствам Питаться Вот Так Вот Кстати Выглядит Этот Крем В плане Того Что Он Действительно Кожа Блестит Даже Моя Сухая Блестит Но Если Я Воспользую Зимой Например В качестве Дневного Крема То К вечеру У меня Этот Блеск Проходит Ну И Плюс Сверху Делается Макияж И Блеска Такого Нет Ну А так Он Да Вот Так Блестит Но Для Сухой Кожи Это Просто Идеальнейший Крем Для Обезвоженной Кожи Это Тоже Идеальнейший Крем Поэтому Я Всегда Использую После Каких То Пилингов Или Просто После Каких То Серьезных Манипуляций Серьезного Очищения Своей Кожи Так Что Его Тоже Очень Люблю И Советую Девочкам Сухой Кожей Скомбинированной Наверное Нет Жирной Точно Нет Так Что Ближайшее Время Ближайшее Месяц Я То Весь Октябрь Я Наверное Ничего Нового Из ухода Приобретать Не буду Уже Наверное Ближе К холодам Что-то У меня Появится Новенькое Когда Закончится То Что Есть Ну И На сегодня Буду С вами Прощаться Я Надеюсь Вам Подравилось Такое Видео Было Для Вас Полезным И